Девушки отдыхают Приходилось ли вам когда-нибудь видеть ребенка, охваченного счастьем от того, что он доставил удовольствие другому? Каждый из нас испытал это чувство когда-то. С возрастом мы накапливаем благоразумие. Поступки наши диктуются логикой, обдуманностью, практичностью и прочими полезными вещами. Но здесь, здесь каким-то странным образом все застряло во младенчестве. Стоит только обстоятельством сложиться должным образом, и каждый из этих людей, идущих сейчас по проспекту Руставели в Тбилиси, мог бы с успехом занять место главного героя нашего фильма, уверяю вас. Кстати, об этом и песня, которую вы слышите. Однако сегодня пусть главные роли достанутся этим двум тбилисцам. Не возражаете? Прекрасно. Тем более, что только они знают, что сейчас скрытой камерой снимается кино. К тому же, это мои близкие друзья. Следовательно... Ну, это вы все знаете. Внуковский аэропорт, серебристый лайнер и все такое. Холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Амасийский. Здравствуйте. 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 Показал Михайлович, здравствуйте. Мне переносами свои извинения за опоздание самолета, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Ничего. А вы? Как всегда, без багажа? Даже без шапки дома забыл. А то мы вам солнце привезли. Вот. А вы знаете, сколько градусов в эту солнечную погоду? Минус 30 обещали. У! Да, жаль, что пришлось вас вызвать в предновогодние дни. Но дела есть дела. А если останетесь на празднике, будем очень рады. Ну, идете, пожалуйста, поговорим. Холодно. Конечно. Знаете, у нас традиция встречать Новый Борг в семейном кругу. Прошу вас. Прошу вас. Спасибо. Всего. Очень холодно. Прошу вас. Спасибо. Вактанг Михайлович. Извините. Вы понимаете, нам поздно сообщили из управления о вашем приезде. И устроить вас в одну гостинку. Наши машинку куда? К сожалению, я сегодня не могу. А завтра все уважаю. Хорошо? Договорились. Удайте, что это беспокойство. Все в порядке. Прошу вас. В Ленинграде минус 25-27 градусов. В Москве минус 30. В Подмосковье до 34 градусов ниже нуля. Передаем концерт легкой музыки. Невозможно прожить без печали. Но хочу я друзьям пожелать, чтобы в радостье вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни слушали. Слышал? Что случилось? Объявили 30 градусов. Одну минуту. Пойдите. Простите, пожалуйста. Я подумала, вы человек южный, а на улице 30 градусов, говорят. Что вы говорите? Одеяло добавочное принесла. Спасибо. Спокойной ночи. Счастья. С наступающим праздничком вас. Вас так же. Это вам. Я хочу, чтобы песни не звучали. И ты? Вы знаете, а я ведь в Тбилиси. Не бывало. Вот. То, что я вас и пожелаю. Кто это был? Одна прекрасная дама. Что хотела? Говорит, в Тбилиси никогда не было. Как устроился? Прекрасно. Ты и я. Что будем делать? Я кое-чем запасы из буфета. Поужинаем вместе. Четвертый этаж, 15-й комнате. Бери машину и быстрее ко мне. У меня машину не поймаешь, да и холодно. Лучше ты приезжай. У меня накрыто на двоих. Слыхал, 30 градусов будет, а я без шапки. Куда я поеду? Замерзну. Что же будем делать? Отдыхать, что ли? И это неплохое дело. Ладно. Спокойной ночи. Да, чуть не забыл. Машина завтра утром зайдет за тобой. Потом захватите меня. Пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали. Слушай. Стирочку, будьте добры. Куда вы звоните? Это 456-28-19. Я хочу поздравить с наступающим Новым годом самую красивую, самую обаятельную, самую, самую, самую. Махтанг, это ты? Да, тетя Зина, это я. Вот ты, дорогой. А куда ты звонишь? Я в столице нашей родины, городе Масказина, Ида Михайловна. Бессовестный грузин. Когда ты приехал? Только, только, тетя Зина, что о Шурика слышно? Получила второе письмо. Тебе большой привет. Устроились они хорошо. Люба работает учительницей. Старший в школу пошел. Говорят, там жара невероятная. 40 градусов. Зато у вас минус 30, говорят. Ты один приехал? С товарищем. Вы его не знаете? Я вам быстренько чаю приготовлю. А ты бери своего друга и ко мне. Спасибо, тетя Зина, поздно уже. Мы завтра вечером к вам обязательно заглянем. Пельмени будут? Будут, будут. Ты устал, наверное, с дороги? Ну, спокойной ночи. Целую ручки, Маран. Радужники, рады люди. Один цветок на тропе. Смятым будет, смятым будет. Эту песню мать мне петь. Люди вместе пролагают. Путь широкий. Путь широкий. Цвет травой. Одинокий. Одинокий. Что ты там делаешь? Пьешь? Как это пью? Только алкоголики пьют в одеточку. Пишу новогоднее поздравление. Мне тоже надо, как бы не забыть. Бывает же такое, когда человек есть хочет, а не может. И у меня то же самое. Один хоть убей, не могу есть. Ты что, меня к себе приглашаешь? У тебя есть что выпить? Шампанское, ничего другого не было. Ну и налей. Значит, налей. Ну, налей и скажи что-нибудь. Назначаю тебя томадой. Кутить будем, что ли? А как же? В такой холод святое дело. Хорошо. А как я узнаю, выпил ты или нет? Знаешь что, когда выпьешь, постучи стаканом по трубке. Все это вдруг ты мне приказываешь. Я томаду. Ладно, ладно. Будь здоров. Будь здоров, дорогой. Звон слышишь? Сколько лет мы вместе, Вахтанг? Сколько? 38. С детского сада. Вот давай за это и выпьем. Я не знаю, что бы могло разлучить нас. Ну, что могло бы разлучить? Ну, что? Пусть у тебя так не останется врагов, как не осталось ни капли в стакане. Будь здоров, дорогой. Перед отъездом я был в больницу твоей мамы. Знаю, сок, который ты ей принес, я выпил с удовольствием. Давай выпьем за наших родителей. Давай. Ты уже налил? За твоих. Маме моей побыстрее поправиться. За память моего отца. Пусть будет так. 292-44-32. Это квартира Ерофеева? Да. В чем дело? Это 293. Алло, алло, международная. Ерофеев слушает. Алло. Что происходит? Вы не дадите, наконец, братск? Алло. Ерофеев, бросьте трубку. Вы намешайте. Алло, я вижу, что это. Послушай, что это на нашу голову? Алло. Алло, Ерофеев. Да, 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 да. Золотко, бросьте трубку. Алло, алло, международная. Ерофеев слушает. Я уже три дня. Я не могу понять, с кем я разговариваю. С грузинами, дорогая, с грузинами. Вот и бросьте ваши грузинские штучки. Ерофеев, разберитесь и позвоните старшей. Хорошо, хорошо. Вахтанг, ты где? Здесь я, здесь. Неужели они ушли? Вам смешно? А я три дня до братска дозвониться не могу. Какая связь? Жену с ребенком отправил, понимаешь? А тут еще вы их встреваете. Алло. Алло. Мы же вам не звонили, товарищ. И вы нам не звоните. Черт знает что. Повесьте трубку. Мне нужно позвонить старшей. Не можем, дорогой. Не обижайтесь. Ну как это не можете? Не можем, мы ужинаем. Тем более, повесьте трубку и ужинайте себе на здоровье. Нет, вы нас не так поняли. На улице холодно. А мы живем в разных гостиницах. Я живу в гостинице Москва, зовут меня Томас. А мой друг Вахтанг живет в гостинице Россия. А на улице... Холодно. Мы люди южные. А я шапку дома забыл. Здесь сейчас машину возьмешь. Вот мы и решили по телефону поужинать. Поняли? Ничего не понял. Ярофеев. Как вас зовут? Ну, допустим, Николай Федорович. Послушайте, Коля. Я вам не Коля, а Николай Федорович. Послушайте, Николай Федорович. Ну. У вас есть что выпить? Эфрина. Обиделся? Ну. Допустим, есть. Вы дома один? Ну, допустим, один. Давайте вместе поужинаем. Как я понял, вам сегодня Дубратска не дозвонится. Берите бутылку. И подсаживайтесь к телефону. Вы меня поняли? Понял. Подождите секундочку. А представьте, если бы телефонные коммуникации всегда работали совершенно четко. Жизнь объеднела бы на целую такую встречу. Какой ужас. Алло. Алло, товарищи. Вы еще здесь? Кошмар какой-то. Здесь, здесь. Секундочку. Вы готовы? Ну, допустим, готов. Николай Федорович, до вашего прихода мы с вахтангом выпили за любовь, за дружбу и за родителей. Я вам разрешаю объединить все три тоста в один. Поняли меня? Выпейте и бокалом постучите по трубке. Кацикофилозмо. Стоящий мужик. Николай Федорович, давайте выпьем за вашу семью в Братске. За тех, о ком вы сейчас беспокоитесь. Честное слово. И наша вина, что вы не дозвонились на них. Пусть они будут счастливы. Ребята, называйте меня просто Коля. Алло, вахтанг, Томас, вы меня слышите? Да, Николай Федорович, слышим. Можно я один тост скажу? Без разрешения Томады нельзя? Понял. Вахтанг, Николай Федорович, я хочу предложить любимый тост моего отца, царство имя небесное. Давайте выпьем за мир и счастье на земле. Кому мальчис. Ребята, ну разрешите мне сказать? Разрешаю. В горах лежал у вас в больнице. Дети за окном пели, потом вместе попробовали. Получилось. Давно это было, ребят. Давайте за вашу Грузию выпьем. Давно это было. Ребят, где вы? Вы меня слышите? Николай Федорович, вы меня простите, но я не могу за это выпить. Я тоже. Я что-нибудь не так сказал. Да нет, Николай Федорович. Дело в том, что у нас все кончилось. Нечего пить. Ребят, как же так? Очень жаль, но уже нигде ничего не возьмешь. Все закрыто. Поздно. Давайте спать. Завтра хрена вставать. Там вас, Бахтенко. Да вы что, бросаете меня, что ли? Ну как же так, ребят? Вот что, пишите адрес. Строительная 87, третий подъезд, десятый этаж. Квартира 115. Берите машину и через 20-30 минут будете у меня. У меня есть все. Спасибо, Николай Федорович, дорогой, спасибо. Не понял. Поздно уже и на дворе холодно. А шапку я дома забыл. Понял. Алло. Николай Федорович. Дайте телефон запишу. Завтра после работы созвонимся. Повесил трубку, обиделся, наверное. И хорошо получилось. Покойной ночи. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Федорович, вы подумали, что ты на нас обиделся. Без шапки в Москве нельзя, Томас. Можно простудиться. Без шапки в Москве нельзя, Томас. Но то, что вы сейчас увидите, действительно было. Говорят. Лина Васильевна, от Савва Талин, зачем вы столько беспокоитесь? Что вы, что вы. Какое же здесь беспокойство, Эрвант. Угощайтесь. Киви и Ереван, я тогда таким восторженным приехал. Правда? Джимал, он такое со мной сотворил в Ереване. Расскажу, сойдешь с ума. Киви, Джималу не говори. Мы же договорились, это наш секрет. Молчу. Разрешите? Пожалуйста. Эрвант, дорогой, вы не обидитесь, если поухаживаясь за вашей дочерью? Пожалуйста, пожалуйста. А я, между прочим, знаю, о чем они говорят. Да? Сейчас, если. Кстати, как получились наши фотографии? Ой, чуть не забыл, они у меня здесь, сейчас принесу. Карина, можно вам предложить еще чай? Нет, большое спасибо. А вам, Эрвант? Может быть, фрукты? Спасибо. Очень красивый торт. Понравился? А вы попробуйте, может, он еще и вкусный. Спасибо. Карина, пожалуйста. А, какая прелесть. Ну-ка, посмотрим. Это в Тайлаве. Посмотри, папа. А это дживари. Ага, правильно. А это там, внизу. Так как я, да? Свет из Ховели, 11 век. Правильно. А это мы в ресторане на Тбилийском море. Напоминаю. А это, тетя Нина, у вашего нового дома, в Сабуртало. Правильно. Вам нравится там? Угу. А вот Гиви никак не расстанется с этим дедовским домом. Дорогая Васильевна. Старые фотографии и тени отдает. Да. Эх, в старом Тифлисе приезжих на плату катали. Гиви-джин. Вот сколько я смотрю на фотографии твоего деда и его друзей. Где сейчас плот возьмешь? М? Джимал. Амаде даме. Джимал, если бы ты знал, что он сотворил со мной в деревне. Завтра будет плот. Над Тбилийской улочкою тесною небосвод поддержан только песнями. Если в песнях ты остался неучим, толковать прости с тобой мне не о чем. Завтра будет плот. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Сейчас вот уложу вас в лодку и поплывем к берегу обратно. Давайте, давайте, еще чуть-чуть. Устал. Давно я так долго не плавал. Ну как, дядя? Какой я, дядя? Что, я так плохо выгляжу? Опозорили, опозорили мы с тобой Грузию. Ну как? Тебе хорошо, ты умеешь плавать. Это твои знакомые? Нет. Скажи им что-нибудь. Поговори с девушками, неудобно. Скажи им что-нибудь. Хорошая погода, не так ли? Я хочу выразить свою благодарность за спасение моей души плоти, но я не знаю, как вас зовут. Меня зовут Лена. И меня Лена. О, как это так? Ну она. Лена большая, а Лена маленькая. А я обнимался с кем? С маленькой. Вы извините, что я вас ударила. Так полагаете, когда спасаешь утопающих? Ну а кроме спасения утопающих, чем вы еще занимаетесь? Мы на четвертом археологии. В прошлом году были на практике в Грузии, а теперь едем в Армению. У нас практика с первого числа. Вот мы и выкрыли себе несколько дней, чтобы покупаться. А мы, строители, принимаем здесь один большой объект, в общем, командировки Гай-Гэ. И надолго? Еще несколько дней. Мой друг хотел спросить, не согласятся ли наши очаровательные спасительницы присутствовать запоминальным столом в два часа дня в ресторане Гагрифщик? С незнакомыми мужчинами мы в ресторан не ходим. Мы даже не знаем, как вас зовут. Который плавать не умеет, да-то, Давид Константинович. А я Георгий Николаевич. Очень приятно. Вот и приехали. До встречи. Не брызгай, сын, намочишь меня. Плывем за ними? До встречи, сказали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не они? В таком виде и они могут нас не узнать. Может быть, сбегать за полотенцами и сомбреро? Шахматы не забудь. Здравствуйте! О-о-о-о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едва ли наших героев кто-нибудь видел в таком неестественном воодушевлении. Но на что не пойдешь, чтобы спасти свою мужскую репутацию? Основательно подмочен к тому же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милая Мэри, по непредвиденным обстоятельствам, командировку продлили на три дня. Будем 28-го, поцелуй детей, твой дата. Что еще написать? По-моему, нормально. А ты чего тянешь? Пиши вместо Мэри Тины и дело с концом. Не выношу вранья. Ну, что мы такого сделали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За вчера, за вчера, за вчерашний день я как будто на 20 лет помолодел. Такое удовольствие получил. Моим детям никогда и в голову не придет. Как мне хочется иногда побыть среди молодых на равных. Они очень хорошие девочки. Нет, я к тому, как бы они не подумали о нас что-нибудь плохое. Скажи только честно, по-мужски. Если бы не они, ты бы мог спасти меня? Если честно, мы бы утонули оба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вам от меня. Ой, вам благодарю вас. Спасибо. Лен, скажи. Ну, Лен. Не могу. Ой. Вот и все. По-моему, Москва Орелан стоит в Пелесе проведем 10 минут. 30-го будем вас встречать. Ну, дети мои, не шалите. И остерегайтесь грузийских мужчин. Особенно мужчин в возрасте. Лена, вы мне цветы не продадите? Ой, простите, пожалуйста. Это вам. Спасибо. Да ну что вы. Это вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бадоно Давид. Опоздаем. Лежать, дорогой мой. Лежать. Ты лучше меня знаешь, что с твоим сердцем шутки плохи. И никаких, никаких командировок. Ой, мэр. Бери. И все же Торнике не стоило, наверное, при нем ставить диагноз. Сильно переутомлен. Куда это он ездил? В Гаграх был. Да, милая Мэри. Как сказал бы мой сын, дал он там шороху в этих Гаграх. С огнем играет. Ты мне только поставь его на ноги, мой Торнике. Я ему потом устрою. Шорох. Георгий. Как ты, Георгий? Печень. Очень беспокоит? А что там, печень? Жена не разговаривает. А ты? Ты как? Стенокардия. Знаешь, все-таки хватили мы в Гаграх лишку. О чем ты говоришь? Так хорошо было. Слушай, сегодня же 30-е. Девочки проезжают. Хороши мы с тобой. Поезд будет стоять всего каких-то 10 минут. В котором часу? Уточню попозже. Мэри идет. Позвоню. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мои года, мое богатство. Понимаешь, они ведь люди занятые. Семейные, им теперь не до нас. Привык во все дела, тариканство. Пускай дело не скопило. Левый, левый, за которые отдыхали в Гаграх, большая и маленькая, все вы, левый. Это мы. Это мы. Это мы. Это мы. Это мы. Я, 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 Лена маленькая и большая. Это мы. А это мы. Я, Лена маленькая и большая. Харатайте, высадите. Девочки, как часто вы уезжаете. Оставайтесь. Может, останетесь все-таки, а? Я Мэри, жена Давида Константиновича. А это Тина. Тина, где ты? Это Тина, жена Георгия. Это ее дети Лия и Нана. А это Майни, Джаба и Манана. Там в сумке, в сумке, хачапури, банки, сациви, соль завернута в бумагу. А Георгий Николаевич и Давид Константинович где? Где они? Э, уехали в командировку. А как быть с сумкой? С сумкой? За сумкой я сам приеду, Георгий Иванович. Ждите. Спасибо за все. Спасибо. Пусть и здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глотай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты куда, папа? Срубешь, сынок. Куда ушел отец? В филармонию. Клакса, зубастик. Простите, пожалуйста. Дорогой, дорогой ты мой, сто лет тебя не видел. Луиза, познакомься, это мой Клякса, он директор филармонии. Это моя первая половина, это вторая, а это мои друзья Тамрико и Джангирма Маладзе. А это вот я. Как хорошо, что мы встретились. Ну иди, Ризо, иди к своим гостям, встретимся в антракте. Обязательно. Где ты будешь? В своем кабинете. Это мой школьный Клякса, я его лупил ежедневно. Друг детства. Дорогие друзья, сегодняшним концертом заканчиваются гастроли по городам Советского Союза известного музыканта, победителя многих крупнейших международных конкурсов, которого у себя на родине именуют Золотой Флейтой. В концерте принимает участие камерный оркестр Грузии, дирижер Афтандил Зандукели. Итак, концерт номер два ре-мажор Моцарта, солист Бенджамин МакДоэлл. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Где ж ты был до сих пор? Сегодня последний концерт. Завтра утром он улетает. Ну, о чем говорить? Хорошо. Всего наилучшего. Что у вас? Корзину принесли. Красивая? Великолепная. Так вот, Элгуджо, как только кончится первое отделение, вынесите корзину во время аплодисментов. Хорошо. Не опоздайте. ПОЛИЦ 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 Браво! Браво! Мамаладзе ждут нас у кефе. Я что-то неважно себя чувствую. Пойду домой. Вас проводят в Джангирском реке. Этого разбуди. Не то еще свалится. Нравится? Клякс, к директору как пройти? Налево и прямо. Нет, нет. Наверх. Спасибо, дорогая. Может быть, я ничего не понимаю, но мне кажется, другого такого музыканта у нас нет и не было. В конце концов, ты просто обязан прийти и его послушать. Ладно, ладно, успокойся. Ты не можешь вечно чего-нибудь не придумывать. Это у тебя с детства. Ты ведь знаешь, раз я обещал, значит сделаю. Китя, зубастик. 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 Девушки отдыхают. 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 Моцарт Простите, не поняла Он с детства музыку любил Война была Сам научился Какая прелесть Моцарт Как это так? Резо, что же со мной делали? Извините нас, товарищи Наверное, он очень устал Ему ведь завтра рано вставать Большое спасибо Мы улетаем первым рейсом Извините Прости меня, зубастик Знаешь, не поймешь этих иностранцев Спасибо, Шьер До свидания, друзья Позвони Ну что я могу, ребят? Что? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На концерт этого человека Давайте, друзья, выпьем за то Чтобы ничто истинное Никогда в жизни не пропадало Берегите Шио За большое искусство За вас, друзья Спасибо, Нодар Я верчусь Простите, молодые люди Назови мне твое имя, сынок Шио Баттон Великий ты человек, Шио Спасибо Будь здоров, дорогой Ваше здоровье Бенжамин Бенжамин Ребята, наш Бенжамин пришел Бенжамин 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok